Сейчас я хочу передать слово Оксане Юрьевне Кудривне, которая заместителем директора Федерального научно-практического центра палеотинно-медицинской помощи, первый медицинский университет Сеченова Минздрава России. Оксана Юрьевна нам расскажет о неотложных состояниях в онкологии при оказании палеотинно-медицинской помощи компрессии спинного мозга. Пожалуйста, Оксана Юрьевна. Поговорим сегодня о неотложном состоянии, ургентном состоянии при оказании палеотинной помощи, как компрессии спинного мозга. На самом деле неотложных состояний в палеотинной практике мы можем встретить достаточно много, это и кишечная непроходимость, это и массивное кровотечение, и делирия. Но сегодня поговорим именно о компрессии спинного мозга. Вообще, что мы должны понимать под вообще неотложным ургентным состоянием палеотинной помощи? Это внезапное изменение состояния пациента, когда задержка скупированием симптомов может привести к неблагоприятным последствиям, например, возникновению каких-то мучительных симптомов, конвалидизации или быстрой смерти. И прекрасно понимаем, что большинство наших пациентов, которые получают палеотинную помощь, страдают теми заболеваниями, которые ограничивают продолжительность жизни. Но, тем не менее, ожидаемая продолжительность жизни у одного пациента может быть несколько дней или даже часов, а у другого до нескольких месяцев, в некоторых случаях и лет. И важно знать, на каком этапе в траектории заболевания находится каждый наш пациент, прежде чем назначать обследование, лечение, которые не могут вылечить пациента, а будут лишь продлевать умирание. Поэтому крайне важно не только уметь проводить терапию конкретного неотложного состояния, но и быть способным принимать решения о том, в какой степени это будет целесообразно для каждого конкретного пациента. Так какие же ключевые факторы, которые нам следует учесть при принятии решения? Мы должны, конечно же, учитывать общее состояние пациента в последнее время, выраженность его заболевания и прогноз. Должны учесть исход заболевания в случае лечения неотложного состояния и в случае, когда такое лечение не проводится. Необходимо также учитывать предполагаемые эффективности осложнения каждого вида лечения. И, конечно же, мы должны учитывать пожелания пациента прежде всего. И вне зависимости от того, какое решение было принято в отношении лечения неотложного состояния, всегда необходимо помнить, что мы должны облегчать мучительные симптомы. Поговорим о компрессии спинного мозга сегодня. Конечно, с такой ситуацией мы сталкиваемся все-таки при оказании помощи онкологическим пациентам. Всегда помните, что промедление в диагностике и должное лечение может привести к тому, что у пациента будут необратимые неврологические повреждения, и пациент останется инвалидом. Немного распространенности. Стоит задуматься, что компрессия спинного мозга случается от 5 до 10% пациентов с диагнозом распространенного рака. Довольно-таки немалые цифры. И частота встречаемости этой ситуации при различных видах рака, конечно же, варьирует. Но чаще все же встречается у пациентов с раком молочной железы, это более 60% всех случаев компрессии. У пациентов с раком простаты, раком легких, а также с меломой. Лимфома также может стать причиной опухолевой компрессии спинного мозга. Но не стоит забывать, что могут встречаться ситуации, когда появление симптомов компрессии спинного мозга мы можем встретить у пациента с неустановленным раковым заболеванием. При дальнейшем обследовании пациента мы обнаруживаем, что у пациента рак уже в запущенной стадии. По уровню поражения чаще встречается компрессия на уровне грудного отдела. И до половины случаев компрессии это многоуровневое поражение. Каким же образом, за счет чего происходит компрессия? Это может быть связано с прямым ростом метастазов из тел позвоночника. Компрессия от патологических переломов тел позвонков. Издавливать спинной мозг может также опухоль проросшая, пролезшая через межпозвонковые отверстия. И реже компрессия может случиться из-за интердуральных метастазов. На этом слайде лучше видно, как происходит компрессия опухоли, которая проникла через межпозвонковые отверстия. И чаще это бывает при лимфомах. Какие же симптомы, предупреждающие тревожные сигналы, нам могут сказать, что надо заподозрить что-то неладное со спиной мозгом у онкологического пациента? Прежде всего, это боль. Как правило, это довольно длительно, до 2-3 месяцев присутствующая у пациента боль в спине. Кольцом такая охватывающая боль, которая резко или быстрыми темпами усиливается. Так называемая боль в виде крещенда, как в музыке. Есть понятие тоже крещенда, когда быстрое нарастание темпа музыки, так и боль, нарастающая быстрыми темпами. Может у пациента быть так называемый симптом лермитта или, как его еще называют, симптом парикмахерского кресла. Когда при наклоне головы больной ощущает резкую, как разряд электрического тока, боль в позвоночнике, которая эридирует в руки и ноги. И такая же боль может появиться при чихании, кашле, при натуживании, увеличивающей слабость или полный паралич мышц, который будет соответствовать уровню повреждения спинного мозга. Более 75% пациентов уже утрачивают способность передвигаться в момент постановки диагноза компрессии. Более чем у половины пациентов наблюдаются сенсорные дефициты. Но этого мы можем не наблюдать при поражениях на уровне конского хвоста. Более чем у 40% пациентов возникает нарушение функции тазовых органов. Более чем у 40% это недержание мочи или кала. Чаще присутствуют такие нарушения с стороны мочевого пузыря, как учащенное моческание или безболезненная задержка мочи. Еще раз подчеркиваю важность раннего обнаружения проблемы и быстрого принятия решения о наиболее оптимальном для конкретного пациента лечения. К сожалению, существует серьезная проблема задержки в постановке диагноза. Из-за чего? Из-за задержки в соответствующих направлениях и обследованиях, потому что отсутствуют в регионах официальные утвержденные процедуры, алгоритмы маршрутизации таких пациентов. А в результате пациент теряет мобильность, у него резко снижается качество жизни, появляются проблемы, связанные с немобильностью. Это инфекции, тромбозы, пролежни и так далее, что приводит к более быстрой смерти пациента, нежели чем само онкологическое заболевание. Важным с этой точки зрения информированность онкологических пациентов и их родственников, независимо от того, известно или нет о наличии у пациента метастатического поражения костей. Информировать нужно о возможном появлении такой ургентной ситуации и пошагово расписать алгоритм действий как со стороны пациента, так и медицинского работника. Целесообразно каждому онкологическому пациенту предоставить вот такую информацию в виде некой брошюры или открыточки. Вы видите пример такой брошюры, которая предложена в рекомендациях Национального института здравоохранения Великобритании, сокращенно NICE. В 2008 году предложена была такая брошюра. Это вот обратная сторона, это брошюры или открытки бдительности. При этом, как вы видите, в ней указан контактный телефон, по которому медработник может позвонить координатору, который назначен именно по этой проблеме, и обсудить дальнейшие действия. Конечно, большое благо, если в регионе будет утвержден алгоритм такой маршрутизации, и будут определены при этом координаторы по этой проблеме. Те же рекомендации NICE подчеркивают, что необходимо хорошенько вообще подумать и взвесить все за и против. Пациентов, которые слишком слабы и, конечно, будут непригодны для специализированного лечения злокачественной компрессии спинного мозга, передвигать лишний раз не стоит. Обследования какие-то мы можем провести. МРТ всего позвоночника является исследованием выбора. Компьютерная томография проводится, если выполнить МРТ невозможно. Если и то, и другое выполнить невозможно или недоступно, то в 80% случаев обзорная рентгенография позвоночника позволит нам выявить недостазы в позвоночник или установить компрессионный перелом на соответствующем уровне. На этом слайде представлено МРТ, где прекрасно, четко видно компрессию спинного мозга на уровне седьмого грудного позвонка. Крайне важно, как только появились признаки компрессии спинного мозга, перед тем, как направлять на обследование и определять оптимальный подход к лечению, незамедлительно назначить дексаметазон в дозе 16 мг. Либо парентеральная, либо пероральная, это не важно. Дело в том, что при пероральном применении дексаметазон довольно хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте и имеет достаточно высокий уровень биодоступности. И наверняка целесообразно будет посоветовать пациентам, онкологическим пациентам на всякий случай иметь у себя дексаметазон на дверке холодильника. Перед вами алгоритм действий при опухолевой компрессии спинного мозга, который предложен Комитетом по развитию практической онкологии. После того, как заподозрена компрессия спинного мозга, назначен дексаметазон немедленно, сделаны снимки и известна гистологическая природа опухоли, определяют прогноз выживаемости пациента по оценочной шкале Токухаши или Токашима, по-разному дается перевод в литературе. И весь дальнейший путь и тактика будут зависеть от того, какое количество баллов получится в сумме. Видите, если баллы по оценочной шкале будут от 0 до 8, то есть довольно низкие баллы, то пациент определяется палеотивная практика и продолжает давать тексаметазон и проводится короткий курс лучевой терапии. Если эти баллы будут более высокими, предполагаемая продолжительность жизни, прогноз выживаемости пациента будет выше, то тут уже дальше ступенчато идут оценивать неврологический дефицит, есть он или нет и как долго он присутствует. И тоже в зависимости от, если он присутствует менее 48 часов или отсутствует, оценивается стабильность позвоночника механическая по шкале Фишер. И дальше уже дело нейрохирургов по определению дальнейшей тактики. Вот перед вами эта оценочная шкала текашима. Если в сумме получается, как я уже сказала, менее 8 баллов, прогноз выживаемости пациента менее 6 месяцев, в таком случае пациент продолжает принимать тексаметазон, то есть ему проводят короткий курс лучевой терапии, то есть это палеотивная такая тактика. И если прогноз жизни более одного года по этой шкале, то возможно проведение радикального лечения или решения в данном случае принимать должен лечащий врач. Перед вами схема назначения дексаметазона с поддерживающими дозами на протяжении лучевого или хирургического лечения. Важно после лучевой терапии постепенно снижать дозу. Если во время снижения дозы будут появляться снова неврологические симптомы, то ее необходимо снова увеличить до минимально эффективной и придерживаться в течение двух недель, а затем повторно попробовать снижать. Если все-таки случилось, что пациент стал немобильным и по какой-то причине, по каким обстоятельствам невозможно было проводить ему лечение, в результате чего все-таки он стал немобильным, то необходимо позаботиться о надлежащем уходе за ним. В части профилактики тромбозов, пролежней гипостатической пневмонии и принять максимально возможные меры для обеспечения максимально возможной функциональной независимости пациента, участия его в обыденной, ежедневной деятельности и тем самым улучшить качество его жизни. Спасибо вам за внимание. Я сегодня, как никогда, укладываюсь второй раз. Даже более короткое время занимаю, чем отведено. Спасибо большое. Очень интересно. Да, я постаралась основные моменты осветить и сказать, что вот именно в этой ситуации, именно в ситуации, когда есть подозрение на компрессию спинного мозга, и наши быстрые действия помогут пациенту быть как можно более долго, быть мобильными и быть активными. И тем самым мы даже можем продлить его жизнь, потому что если он становится немобильным, то развитие различных осложнений, они просто ускоряют уход нашего пациента. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!